Понимаю, Юлия Владимировна Тимошенко была искренне убеждена, что Надежда Савченко будет ей благодарна и за место в парламенте, и за активную кампанию по ее возвращению из плена в Украину. Полагаю, такая уверенность ковалась из предыдущего опыта, когда Тимошенко царственно решала, кого назначать на проходное место в списке, а кого нет. Признаюсь, полагал, что Юлию Владимировну насторожит факт холодной встречи сразу после освобождения из тюрьмы на Втором Майдане. Ни инвалидная коляска, ни пламенная речь тамошних участников явно не зажгла и не прибавила очков в политическом рейтинге Леди Ю, что, собственно, и подтвердили последние президентские выборы. И это весьма опасный показатель для такого изощренного политического игрока, как лидер партии Батькевщина. Сегодня барышня с косой продолжает разыгрывать традиционную схему. Вот последняя информация, опубликованная на партийном сайте. Юлия Тимошенко отреагировала на отказ спикера Верховной Рады Андрея Порубия ставить на голосование вопрос о создании комиссии по расследованию законности повышения тарифов ЖКХ для граждан Украины. Действия Андрея Порубия являются противозаконными, а согласительный совет, как и Верховная Рада в целом, превратились в обслуживающий персонал для кланов, подчеркнула Юлия Тимошенко. По ее мнению, антинародное большинство, сформированное в парламенте, можно разрушить только путем досрочных выборов. Понятно, население жаждет услышать от политика первого эшелона слова в защиту обывателя. Но наш избиратель уже давно, почти, тотально не доверяет главным действующим лицам украинского политикума. И мечты Тимошенко на волне недовольства украинцев получить большинство в парламенте могут сыграть с ней злую шутку. Тем более, что ею непокорное протеже, это я о Надежде Ставченко, выглядит куда убедительнее Юлии Владимировны. Судите сами, именно Савченко не стесняет себя в резких определениях, характеризуя и депутата Верховной Рады, и Кабинет Министров. Более того, абсолютно неожиданно для подавляющего большинства радикалов, ратующих за продолжение войны на Донбассе, Надежда посчитала нужным вести переговоры с лидерами двух мятежных регионов. Ситуация для главы Батькевщины, прямо скажем, очень непростая. Признать Савченко не героиней после столь грандиозной кампании по ее освобождению, означает показать собственную недальновидность. Промолчать? Но тогда в партии, по сути, появляется новый лидер, причем с богатой боевой историей. Понятно, что региональные партийные бонзы Батькевщины преданы Юлии Владимировны. Но толку-то с них. Они, как правило, играют не столько за Тимошенко, сколько на собственную карьеру. Принципиальности от них не стоит ждать. Чего стоят, к примеру, невнятные комментарии областного начальника Батькевщины господина Радковского по поводу ситуации вокруг областного архива. Первый вице-спикер областного собрания мог бы принципиальной оценкой ситуации добавить сторонников партии. Но пошел в фарватере спикера облсовета Урбанского, который представляет совсем другую политическую силу. Блог Петра Порошенко.